И последнее христианское понимание социального служения. Об этом, наверное, тоже стоит несколько слов сказать, да? Ну, во-первых, что такое социальное служение? Социальное. Мы примыкли, конечно, все к иностранным словам. Да я уже по-русски-то как скажу, что уже чуть ли не превратишься в необразованного человека совсем. Социальное – это хорошо. А общественное – это уже что-то не совсем понятно. Это непонятно, конечно. Да. Что же такое это социальное, то есть общественное служение? И что значит социальное служение или общественное служение церкви? То есть служение обществу. Каково оно? В чём оно проявляться? Может. И должно. Ну, во-первых, что подразумевается под ним? Ну, это естественно. Чем можем служить? Что такое общество? Общество можем служить в разных параметрах. Можем, конечно, может человек служить. И заниматься теми вещами, которые имеют, ну, я бы сказал, масштабное значение. Какие-то идеи, например, пожалуйста, которые могут быть очень благотворны для обустройства нашей общественной жизни, государственной жизни, экономической и так далее. Какие-то идеи тоже общественные служения, конечно. Политические идеи тоже, может быть, конечно. Но это масштабное. Если говорить о более локальных вещах, то здесь это под этим служением что подразумевается? Это помощь, непосредственная помощь тем, которые находятся в бедственном положении. И вот тут очень серьёзное дело, конечно, да. Я сказал, в бедственном или трудном положении. Конечно, мы все понимаем, например, что нужно бы поговорить о медицинской помощи, правда? Помощи бедным, помощи алкоголикам, наркоманам, пенсионерам, инвалидам, престарелым, брошенным детям – это одна сторона. Этим занимается, кстати, любое порядочное государство. Если оно действительно считает себя всё-таки нормальным государством. Оно этим занимается, оно обязано этим заниматься. Даже это его функции непосредственные. Да, но, как вы знаете, и во всяком государстве, у нас, и где угодно, это всегда этой помощи государственной не хватает. Это входит в обязанности церкви или нет? Вот вопрос. Вопрос непростой. Прежде чем отвечать на него, я хочу сказать о другой стороне. О чём мы меньше всего, к сожалению, говорим, но что является также реальностью и что очевидно для всех. Служение обществу, в чём оно может, в чём может заключаться? Заключаться в том, чтобы показать, в частности мы говорим о церкви, показать, что христианские принципы жизни являются не христианскими в специфическом смысле этого слова, а являются теми, которые можем назвать человеческими в исключительном значении этого слова. Ну, чтобы понять мою мысль, я скажу, закон Ньютона – это не его закон, не он его издал. Это закон Вселенной, закон нашего мироздания. Так как и прочий закон тяготения. Ты что, Ньютон, что ли, придумал? Он изобрёл, что ли, его? Да нет же, он открыл его! Христианство открыло подлинные законы человеческой жизнью. Это очень и очень важно, вы слышите? Не надо смотреть так. Это христианские, это буддистские, это исламские и так далее. Да нет, суть-то совсем другая о том, что христианские принципы жизни – это законы бытия, бытия самого, а не просто что-то. Это христиане так говорят, а буддисты так говорят. Говорить-то можно как угодно. Суть христианского учения, что оно указывает и открыло на законы бытия, человеческого бытия и показывает, что эти принципы жизни действительно являются человечными и необходимыми для человека. Что нарушение этих принципов ведёт к трагедии для человека и для общества. Вот. И вот эта сторона, вот это социальное услужение церкви является первичной. Церковь богочеловечна. То есть в ней присутствует и та сторона, которую мы сказали по отношению к человеку, духовная сторона, и человеческая по отношению к человеку, его тело. Так вот, можно заботиться и о том, и о другом. И нужно заботиться и о том, и о другом. Но, мы скажем, всегда и во всём, в любой нашей деятельности есть приоритеты. То есть, что такое? Это первично. Это прежде всего. Потом это. Потом это. Не правда ли? Приоритеты должны быть. Так вот, когда мы говорим о социальном служении церкви, то приоритетами является воспитание человека, его духа, его нравственной и духовной стороны. Вот что является приоритетным. Церкви это ещё иначе называют катехизацией. Или, если хотите, миссионерством. В зависимости от той категории людей, на которые направлено это слово. Но это первичное, это главнейшее. Главнейшие функции церкви. Это именно функции церкви. Потому что сам Христос сказал, что шедшие или идя, научите все народы. То есть объясните им. Объясните. Мы же знаем, как важно знать законы. Законы мира. Знаем? Знаем. Физические законы. Знаем, как это важно? Знаем. Тот же закон тяготения. Как он нам важен? Только стоит от него отказаться, так и нос разобьёшь себе. Тут же. То же самое касается и области духовной жизни. Так вот. Итак, значит, первое, когда мы говорим о социальном служении церкви, главнейшая задача – это правильное представление христианства, что оно есть. Это не есть одно из многих мнений, а мы утверждаем, и есть основания, по которым утверждаем. Но это нужно отдельную лекцию только читать. Так? И есть основания, такие очень сильные, я скажу, основания, по которым мы можем показать. То, о чём говорит христианство, это не есть его специфический взгляд. Нет. Это есть, извините, я повторяю, это есть открытие фундаментальных законов человеческого бытия. Вот это первая и важнейшая сторона. Второе, мы говорим, но, по-видимому, церковь должна заботиться и о внешней стороне жизни человека. Вот здесь не всё просто. Не всё просто в каком смысле? Есть опасность превращения церкви в департамент социального служения в государстве. Государство заботится? Да. Есть социальные всякие явления? Да. Церковь – ещё один из социальных институтов. Но это произойдёт только при том условии, когда забываем о главном и останавливаемся только на этом. В Евангелии замечательные слова. Это надо делать, но того не забывать. Как это делать? Теперь. Как это делать? Вот здесь, вы знаете, этот вопрос практически решается решается очень по-разному. По крайней мере, что церковь может заниматься и занимается этим путём различных, различных может создание, различных, может быть, так сказать, даже обществ, христианских направлений, направлений деятельности, может заниматься, это верно. Это так. Но эти занятия социальной деятельностью, помощью людям ни в коем случае не должны парализовать вот этой первой составляющей приоритетной задачи. Это очень важно. Скажу вам так, что очень легко настолько увлечься внешне этой деятельностью, что уже забыть вообще обо всём на свете. И о самом христианстве даже. Есть другой момент ещё. Когда мы говорим об этой социальной деятельности, то здесь есть следующее и очень важное. Христос в своём Евангелии Евангелие предупреждает о том, чтобы левая рука ваша не знала, что делает правая. предупреждает, говорит, смотрите, не творите милости не вашей перед людьми, чтобы они вас хвалили. Предупреждает, какие вещи-то очень интересные. Всячески предупреждает о том, чтобы мы делали что-то такое с нашей точки зрения правильное, милосердное, например, оказание любви, чтобы это при этом не поглощало нашу душу чем? Не поражало нашу душу тщеславием, самовнением. Вот это воскресенье прошедшее, оно в церковном календаре именуется как неделя мытарей фарисея. Почему так называется? Там читается Евангелие о том, как в церковь вошёл фарисей. Фарисей – это тот человек, который давали торжественное обещание тщательно следовать всему закону Божьему. Тщательно следовать. Максимально, насколько возможно. То, что в христианстве примерно так ассоциируется с монашеством. Фарисей вошёл. И мытарь. Кто такой мытарь? Сборщик податей. Ну, как всегда, вы знаете, сборщики податей. Всегда. Ну, уже 10, он скажет, давай 15. Да. И так далее. Ну, ясно. И поэтому, если фарисеи почитались очень в иудейском обществе, очень уважались, так, то, например, мытари все презирались. Они говорят, это грешники, их не любили, обманщики. И так далее. И вот притча Христа. Притча поразительная. Мытарь мытарь как, как он дает десятину, все исполняет и заканчивает эту свою молитву, чем? А не как этот мытарь. Всем понятно? Христос привел притчу замечательную. Кажется, хорошее дело делал фарисей, но оно обернулось против него. он вышел осужденным, как это толкует все эти притчу, все понимают святые отцы, осужденным, а мытарь оправданным. Вот перед чем мы стоим. Вы понимаете? Это же то, что говорит Христос, это противоречило всей иудейской религии. Просто кардинально противоречило. мытарь оправданным? За что? За то, что он только говорил, Боже, милости, буди мне грешнику, а фарисеи, который все исполнял осужденным Высшим. За что? За свое тщеславие. Опять обращаем на что внимание? Посмотрите, христианство, на внутренний мир человека. Так вот, в социальной деятельности христианина должно быть неизменным, непоколебимым, всегда, всегда присутствующим. Что? Понимание того, что если я что-то буду делать, осуществлять какую-то пользу, ну, какие-то полезные действия, что-то, помогать томим, другим, третьим и так далее, но если при этом в моей душе возникают эти тщеславные горделивые чувства и мысли, ты, человек, должен бороться с ними и отгонять их как ядовитую змею. Так, кстати, именно так определяют, как ядовитую змею. змея укусит, голубчик, и всё. И все твои деяния прахом пропали. Вот с чем связан основной принцип социального служения в церкви, я скажу. Вот с чем непоколебимый принцип. Тот, кто не будет бороться с возникающими этими тщеславными и прочими мыслями, а они обязательно будут возникать? Это надо понять. Обязательно. Потому что, к сожалению, мы так испорчили, что просто не знаешь, куда деваться. Здесь не будет бороться, не будет каяться перед Богом за это, не будет противостоять этому, то это его социальная деятельность превратится во зло ему. Приводит такой пример. очень хороший. Пример такой, риторический вопрос. Как вы думаете, как вы думаете, вот те фарисеи, а к ним относились первосвященники иудейские, члены Синедриона, там фарисеи, саддуки, которые распяли Христа, слышите, распяли, потребовали распятия, то есть самые ужасные казни. Хотя могли бы побить его просто камнями и всё. Нет, это неинтересно. Придали жестокой казни. И вот теперь вопрос. Как вы думаете, ведь они же много творили, десятину давали, и помогали, занимались социальным служением, так? Как вы думаете, это их социальное служение было Богу угодно, эти убийцы и негодяи, которые распяли Христа и дали грош нищему с полным пониманием и ощущением своей праведности, насколько они святы? вот этот пример очень хорошо показывает нам. Ох, оказывается, в социальном, христианском социальном служении может быть только то, которое решительно противостоит в душе человека вот любой гадости. Какой гадости? Духовной гадости. этому тщеславию, гордыне, превозношению, самолюбованию и так далее. Нет! Да сгинет такое социальное служение, которое связано с этой гордыней. Это один из важнейших принципов. Есть ещё один элемент, на который надо обратить внимание, может быть, когда мы говорим о социальном служении. Он связан с институтом монашества. Благотворительностью может заниматься, пожалуйста, приходы, священнослужители на приходах, какие-то христианские братства, христианские ассоциации. Монашество – это исключительный институт церкви. Вы слышите? Исключительный. Вы сами понимаете, как мало монашествующих, правда, среди прочих христиан. Чем он характеризуется? Монашество – это, в принципе, есть максимальное, насколько это возможно, отречение от всех связей с миром. И вот здесь особенно большое значение имеет, когда мы касаемся проблемы монастырей. Недаром монастыри организовывались как? Вы же помните, уходили в болота, в леса, в пустыни. Это понятно, потому что основное занятие монашествующих – это так называемое умное делание. Умное – что такое умное? Это молитва. Какая она и что она, это вопрос не будем касаться. Так? Это умное делание. И мы все прекрасно понимаем, что когда я весь занят этими всякими проблемами, мой ум весь рассеян. Я не могу. Я начинаю молитву читать, она у меня улетает. Язык говорит одно, а ум уже совсем в другом царстве. Поэтому всячески оберегать нужно монашество от этой деятельности. Хватит у нас христиан и приход и церквей. Занимайтесь ради Бога. Еще более опасным является такое направление, когда вдруг монашествующих привлекают к молодежному движению. Вот это уже потенциальная катастрофа. Сами прекрасно понимаете. Монахи, молодые девушки, молодые женщины. Надо объяснять? Нет? Или не надо? Не надо. Я надеюсь, что не надо. Всем понятно. Этим можем уничтожить самое ценное, что есть в церкви. Мы можем превратить монашество в какой-то уже я не знаю институт, но ничего не имеющий с монашеством. Вот это надо беречь как зеницу ока. Это очень-очень важно иметь в виду в социальном служении. А что происходит? Ну что вы? Что происходит? Какие вещи? Да. Читаю, одна монахиня возглавляет, является президентом кинофестиваля монахини президента кинофестиваля. Кстати, она мне присылала письмо по электронной почте, приглашала, чтобы я приехал, выступил. Но я, конечно, отказался. Нет, спасибо. Монахиня нет никого больше назначить? Это что ж такое? И самый главный приз получил фильм о социальном служении монастыря. ни прихода, ни общества, монастыря. Вот это большая опасность. Но то, что я вам сказал сейчас, учтите, это тайна, о которой никто не должен знать. Потому что если об этом только узнают, то мне будет плохо. Есть сложный такой вопрос. У меня некоторое время назад возник протест против того, что мы только говорим. Одессилы, которые посчитали, что нам нет места в этом мире, я имею в виду золотого миллиарда, действует и действует успешно по всем абсолютным направлениям. И вот возникла мысль о том, что нам нужно строить Святую Русь. Вот есть ли общепринятые представления о том, что такое Святая Русь и что нужно делать, чтобы ее построить? Святую Русь. Когда мы ставим этот вопрос, вообще ставится этот вопрос, то в нашем сознании это представляется государство со всеми его функциями. И мы думаем, что можно построить какое-то государство, которое можно назвать Святой Русь. Святость – это состояние души человеческой. И поэтому, чтобы создать Святую Русь или Святую Болгарию или Святую Сербию, неважно, для этого что должно быть? Христианство должно оказываться осуществляться в душах тех людей, которые являются гражданами этого государства. Невозможно построить Святые Стены. То есть это мы поставим. Святых стен сколько угодно мы поставим. Но когда если в душах человеческих не будет той же святости, тогда произойдет то, что произошло в 1917 году. Если вы только почитали бы о том, что писали наши великие и святые люди, подчеркивая, не критики, не ненавистники Церкви, да избавят Бог, а святые, что писали о состоянии душ, о состоянии веры, о состоянии веры, слышите, наши, Руси, православные, которые, как думают многие, находились под защитой государя. Это просто люди просто не знают ничего. Не под защитой, а наоборот. Наоборот. Так, что произошло? Такая деградация, такое обнищание, такое угошение духа, что это и привело к революции сначала пятого года, а затем и семнадцатого года. в девятьсот пятом году, когда Николай Второй издал указ, всем религиям была дана свобода, все могли собирать соборы, выбирать себе предстоятелей, как только был поставлен перед ним вопрос о том, чтобы позволить, а он мог только позволить, он главой церкви был, представляете, мирянин, глава церкви, вопреки всем канонам вселенских соборов, так? Собор собрать нет, патриарха избрать нет, и собор созвалю только после его отречения. Представляете, какие вещи? Так вот, духовное состояние людей, оно определяет, оно определяет состояние общества. Нужно помнить тот великий закон, который открыт нам в одном из фрагментов библейской истории. Я его напомню, его надо, его потому что надо всем знать. И в частности это будет ответом и на вопрос. Когда Аврааму явились три ангела, и ангел сказал ему старше, что он идет уничтожить Содом и Гоморру за их разврат, Авраам припал к нему и стал умолять, господин, ну если там пятьдесят праведников, ты не уничтожишь? Говорит, нет, не уничтожим. А сорок пять? И, знаете, начинается вот это вот, ну, восточное такое, сорок пять, тридцать, двадцать, пятнадцать, десять, а десять? Ангел отвечает, нет, не уничтожу. И прекратил разговор. Закон какой? есть мера в обществе, в обществе я говорю, есть мера, оказывается, вот этой святой духовности. И когда она оканчивается, начинается, начинается трагедия. Так же, как дамбы, знаете, поднимается, поднимается вода, все люди спокойно, все хорошо, в райисе, пьем, веселимся, и вдруг водичка поднялась выше дамбы. и поток все смывает. Вот, оказывается, есть какой закон, закон духовный, который определяет и всю внешнюю сторону общественной жизни. Не дай Бог, если у нас окажется этот духовный уровень ниже, тогда наступит беда. вот святая Русь каким образом может быть, а может не быть. Скажите, пожалуйста, а какая роль музыки, по-вашему, духовно-нравственного воспитания? Роль музыки, мне кажется, может быть очень значительной. Она может воспитывать, то есть, помогать, она может разрушать. Кстати, это великолепно понимали древние народы. Пифагор, например, вы это все проходите по истории философии, конечно, но для других я скажу, Пифагор не принимал в ученики человека, который не имел специального музыкального образования, слуха и так далее. В Китае, например, композитора, который написал музыку не каноническую, закапывали живьём в землю. Ох, как! Ох, как понимали музыку! У нас можно спеть херувимское и под неё можно молиться. А можно спеть такой плясовую или рок-концерт, что, Боже мой, какой тут Господь Бог, да ничего мне на свете не надо. Как однажды я одному реагирую, сказал, благодарю тебя, слушай, за великолепный рок-концерт под названием Божественная Литургия. Стоны стояли, крики, сопрано визжали, как будто, знаете, как дверью кошки хвост прижмёшь. Да. Басы рычали изо всей мочи, какая только морда, как быки, знаете, вот такой вот. Да. Это была Божественная Литургия. Представляете? Но зато, вы знаете, я такую дал оценку, светские были в восторге. Свой человек. Ура! И он наш. И у вас так же, как и у нас. Только у вас там в отдельных залах рок-концерты, а у вас, оказывается, в храмах. Ура! Какая красота! Музыка может разрушать, музыка может созидать. помимо слов, помимо идей. Она непосредственно воздействует на душу человека. И ух, как воздействует! Недаром музыке сейчас придаёт очень большое значение. И если вы слышали о плане Бжезинского, то, наверное, обратили внимание, что музыка – это один из действенных инструментов разложения молодёжи с помощью которого мы её приберём к своим рукам. Вы же, наверное, знаете основной принцип масонства, основной закон масонства – разнуздать, чтобы взнуздать. А как же? Поэтому сейчас что вы? Сейчас мы стоим перед очень серьёзной проблемой. А какой? В церковь, смотрю, внедряется это. Монашествующий чего-то там колотец стоит в рясе, в мантии. На рок-концертах присутствуют священнослужители и монахи. Да чего же? И всё это преподносит под флагом каким? Миссионерство. Надо запомнить вам особенно, что может быть действительно о церковлении мира, а может процесс идти о мерщении церкви. Ух, как надо быть внимательным, чтобы нам этими рок-концертами не проводить церковь в какое-то бездуховное собрание, бездуховное общество, которое будет только пока прекрасный культ, но в котором не будет ни капли, ни йоты духа. Вот. Так что хороший вопрос, спасибо. Алексей Ильич, у нас некоторые противоречия, у меня сейчас не все появилось, когда вы сказали о монашстве и социальной деятельности. Вот, к примеру, у Ава Дорофей, он сам описывает душеполезных учений, что он был руководителем больницы. Как быть с этим противоречением? Нет, нет, это не социально, это внутри монастыря, больные, конечно, а как же не заботиться? А сейчас, вы знаете, что подразумевается? Теперь-то. Ну, вот, на Западе будете, увидите, можете и у нас увидите. Мы должны разрушить стены монастырей, мы должны войти в мир, мы должны проповедовать христианство. Вы слышите, что такое? Если монашество, вот, это как, знаете ли, как драгоценный цветок в оранжерее. Не вздумайте этот цветок вынести на воздух, ведь он погибнет. Никакого умного делания там не будет. А там, где нет умного делания, там нет монашества. Понимаете, чем дело-то? Нет его. Остается только некая форма внешняя, некое безбрачное состояние, так сказать, определенного общества людей. умное дело не определяет монашизм. У Ава Дорофея это больница при монастыре. Монахи друг о друга, конечно, заботились, а как же? И должны. И мы, христиане, кстати, мы должны, в какой степени можем, помогать другим людям оказывать любовь. Обязательно. Потому что, если любовь – это активная сила, что это у меня за любовь, если я не помогу тому, кому я могу помочь? Что вы? Какой же тогда это христианин? А монашество – это особый институт. Это духовный, это вот тот институт, благодаря которому еще, я вам скажу, вот может быть эта мера десяти праведников, о которой сказал ангел, не уничтожу, если есть, а не десять. А может быть и выше. Но этот духовный уровень обусловлен чем? Еще раз повторяю, возможностью, возможностью этим совершать молитву, именно молитву, слышите? Мы же не молимся, мы вычитываем молитву. Вы понимаете, какой ужас? Какому Богу я просто не знаю. Вычитывай молитву, попробуйте к начальнику, ну придите и вычитайте ему свое прошение, заявление. Это еще от тараторти, он нас тут же выгонит. Попробуйте к ректору прийти, и это та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Он скажет, пошел он отсюда, прочтите, как молитву. Читаем, да. Вот так. Поэтому аватографии, вот в этом специфика его служения, да. Как развивается сейчас введение курса, его называют комплексным учебным курсом основы религиозных культур и светской этики, в которые вошли шесть модулей, ну, кроме православия, ислама, иудаизма и буддизма, еще модуль основы мировых религиозных культур и основы светской этики. Вот эти шесть модулей, которые будут преподаваться в четвертом классе. Но по новым документам мы уже видим и на открытии рождественских чтений всеми уже говорилось с трибуны, что преподавание этих модулей будет осуществляться в четвертом классе. Вот вы сталкивались ли с теми, кто вынужден организовывать работу по преподаванию, по подготовке учителей? Видели ли вы эти разработанные в обязательстве просвещения пособия, разработанные во Федеральном Институте Академии повышения квалификации и профессиональной переводготовки работников образования пособия для учителей и так далее? Встречаться с людьми встречался, но сами эти пособия я не читал, не читал, что вот учителя они просто кричат караул, караул, кричат и всё. Вот так. Почему? По целому ряду причин. Первая причина, чему я удивлён, в четвёртом классе мировых религий, четвёртый класс, это сколько, это что, семи, десяти, одиннадцатилетний что ли? Ну что, такие вопросы здесь? Это же мировоззренческие вещи, как только мы сказали религии, мы сказали мировоззрение. Это же надо преподавать не в четвёртом классе, это в десятый, одиннадцатый. Вот это первое, первое, где ещё могут они действительно понять и уяснить. В отношении светской этики я всегда задаю вопрос, а что это такое светская этика? Вы кого подразумеваете? О чём речь? Вы что? Здесь это, знаете, какой палец в рот не положи, вы совсем другой вариант высосите. Простите меня, именно так. Что такое светская этика? Это же, знаете, необозримое нечто, неопределённое, самое главное, неопределённое. Какая светская этика? Что это значит? Одна светская этика какой-нибудь Китая, да, другая, может быть, потому что все они, все светские этики, в конечном счёте, они в своей основе ещё несут же этот религиозный, какой, атеистическое, да? Что у нас светское значит атеистическое? Что такое светское? Слушай, что это такое? Почему атеизму вдруг мы такой приоритет даём? В чём дело? Ну что, выяснили, что ли, что это самое лучшее, самое научное, самое совершенное мировоззрение? Это же мировоззрение! И вдруг этика этого мировоззрения оказывается является для нас каким-то приоритетным началом. Я этого тоже не понимаю. Что это за светское? Когда же мы говорим об этике мировых религий вообще, простите, это уже такой винегрет, я не знаю, которого кто ел когда, или, да, даже представься, вообще, вообще, я вам скажу, в этой затее вы всё перемешали. Хорошая идея какая была, это познакомить с основами, с основами религиозных мировоззрений. Пожалуйста, назовите их культурой, как хотите, познакомить. Да, почему это необходимо? Чтобы человек мог осознанно сам сформировать своё мировоззрение. Ох, как это важно! Когда же здесь для этих малышей эти вещи говорят? Им что, им можно рассказать только сказки некоторые? Сказочки? И саму Евангелие будут воспринимать как некие сказочки, как некие мифы древней Греции. Вот, поэтому, вы знаете, у меня очень такое видит довольно скептическое отношение ко всей этой идее, вернее, к её осуществлению. Она очень странная, очень странная, и, по-моему, там очень умные люди, которые этим занимались. Не дураки, а умные. Они великолепные. Вы хотите, вы просите, пожалуйтесь, пожалуйтесь. И вот кушайте теперь на здоровье. Что? Сами не знаем, что. Вот, и следующая страна очень важная, очень важная. С следующего года, кажется, это будет уже введено. Да? Так? Интересно. Меня интересует. А где эти педагоги? А где эти педагоги? Где эти подготовленные педагоги? Меня интересует. я вообще не понимал, когда мы так усиленно просили и требовали, что сначала надо подготовить какой-то контингент преподавателей или найти принцип их подготовки. Потому что тот, который сейчас существует, принцип подготовки, вы знаете, он только руками разведёшь. Если когда не просушит какие-то десять дней, две недели, самые общие какие-то начала, боже мой, да что же они, бедные, могут, что они могут сказать, если они никогда с этим не занимались? У нас кончают семинарию пять лет, академию затем, и мы начинаем потом выбирать, когда мог ли бы этот человек прочитать курс лекций кому-то, преподавать. И процент таких людей незначительный. Люди проучились сколько лет, а тут две недели и готов педагог. Я был в одном университете, читал, читал, и мне говорят, как вот там надо было искали преподавателя православной культуры, вызывают преподавателя физкультуры, и ему говорят, простите, я ничего не знаю, у вас не хватает часов, вы понимаете? Это я понимаю. Ну, чего-нибудь скажете, ну, что там вы слышите? К чему это приведет? Еще раз повторяю, умные люди там решили. Это приведет к следующему. Вот вам все говорят, вот красавица необыкновенная, хотите посмотреть? Красавица, чудо! Да? Хотите? Хотим. На сцену выводится скелет. Все вожусь. Вы что делаете? Мы же просили красавицу показать. Вот вам пожалеется. Карикатура вместо православия может начаться. Что все скажут, да вовеки веков нам вашего православия не нужно. Мы его не знали и знать не хотим. Да еще и плеваться будут. Сергей Николаевич Булгаков, наш внук, философ такой, который стал, кстати, протеереем, был марксистом. Он пишет в своих автобиографических заметках. Он ушел из семинарии, убедившись окончательно, что никакого ни Бога нет, ни православия это вообще чушь. Только когда потом стал опять верующим, да, слышите, из семинарии ушел. Как вам это нравится? Другой священник мне говорил то же самое, прям повторяя слово в слово, что уроки закона Божьего у нас превратились в уроки острот и кощунств. Слышите, как можно все представить? Ой, избави Бог, когда ничего не понимающие, не знающие люди начнут преподавать православие, православную культуру. Это что ж такое будет? Я, например, сжимаюсь, сжимаюсь от этого. Да и вы, наверное, сами понимаете. И с кем я разговаривал, они тоже в ужасе. Никакого самомнения нет у них. Они просто в отчаянии. Они знают, что мы будем преподавать? Есть выход. Выход. Но, не знаю, никто за него, не знаю, браться не хочет. Я предлагаю выход. Первая программа, конечно, составить необходимо. И затем по каждому пункту программы подобрать из всей церкви нашей самых лучших педагогов, богословов, слышите? Лучших историков, канонистов, лучших богословов. Вот так. Самых лучших. И попросить их прочитать лекции. каждый в своем профиле. Прочитать эти лекции, записать их на видеокамеры. Целый видеокурс составить. Так? И затем, затем, тому педагогу, которому бедному придется все-таки сказать, будете, у вас часов не хватает. И вы будете читать основу православной культуры. этому педагогу вы дадите этот курс лекции и сказать там, вот через три месяца будете сдавать экзамен перед компетентной комиссией по вот таким-то вопросам. Вспомните, пожалуйста, свои студенческие блаженные годы. И вот сдавшие это, пожалуйста, допускаются к преподаванию. Я почему говорю записать? Потому что вызывать лектора, чтобы они читали по всей России, это же немыслимо. А здесь видеокурс есть. Каждому можно дать. Я думаю, не только педагогам, а я думаю, что очень многие бы заинтересовались таким курсом. Это было бы действительно, ух, каким важным деянием церкви. Вопрос, связанный с вашим ответом на вопрос о музыке. Ваше отношение к знаменному распеву и чем, по вашему мнению, обернулось упразднение знаменного распева для православия? Мое отношение к знаменному распеву положительное. Положительное. Обернулось, почему его стали упразднять, это та же самая причина, по которой, например, вы знаете во времена Екатерины Второй, когда приехали во Владимир и там замечательный иконостас школы Андрея Рублёва выбросили, выбросили, а написали новые иконы, где и сама Екатерина стоит, как положено в духе возрождения и так далее. 19 век, что вы, Пётр, это же ужас! Константин Аксаков что написал Петру, так называемое стихотворение, вся Русь, вся жизнь её доселе, тобою отвергнута была, и на твоём великом деле печать проклятия легла. За это, кстати, его Петропавловскую крепость посадили. Как он посмел, да, так написать о предках, да. Вы слышите? 18 век, издевательство над церковью. Патриарха убрали. Синодом руководит чиновник, оберпрокурор, отставной какой-то там, генерал, я не знаю, который в Бога, князь Голицын в 19 веке уже был откровенным масоном. Ненавидели религию, а они руководили. Павел I объявил себя главой церкви по канонам Вселенской Соборов, мирянин, который вздумает властвовать над епископом, да будет анафема. Павел I объявил, и ни один последующий император не снял с себя этого позора. русская церковь оказалась ведомством. Все решения даже об архиереи, о переводе, о чем они все подписывались государям. Я уж говорил вам, ни собора, ни патриарха. Поэтому не удивляйтесь, что в отношении музыки было два даже решения, синодального решения, святейшего синода, было два даже в конце XVIII века, которым запрещались концерты так называемые, во время запричастного и прочее. Концерты в церкви запрещались. Ничего не помогло. Ничего не помогло. Что вы? Какие великолепные статьи писал патриарх Алексей I о церковном пении. Только почитайте. Ну что вы? Все это ясно, что церковь это не концертный зал, а место молитвы. И что церковные пении должно быть умиротворять человека, создавать мир в душе. Никаких тут фартиссимо и никаких умираний пианиссимо. Не должно быть этого. Нет тут места всяким кривлянием. Ничего ну что вы? Да мне не интересно это тигно. Я не собираюсь молиться. Что я пришел в церковь молиться что ли? Я пришел говорят сегодня там в сену Рахманинова. Вот и все. А вы своей молитвой нужны вы мне. А туда пошел там литургия Чайковского. Понятно? О это интересно. Конечно можно в большой концертный зал сходить в консерваторию. Но тут может церкви поют. Слышите религия не нужна. Нам нужно развлечение. развлечение. Это сейчас кумир современной цивилизации. За какой-нибудь спортсмена платят миллионы, десятки миллионов евро. а бедный врач, учитель получает гроши. И дела нет до этого. Это что такое? Это демократия, да? Слово демократии это власть народа. Интересно, какого народа спросили это? И вы говорите, вот что такое, что было, да, знаменной пении, да, было оно. Сейчас пытаются кое-где это восстановить, но не всегда удачно. Не всегда удачно, но пытаются. Вот. Но все перешли на концертики. Это куда интереснее все-таки. А то стоишь в церкви, ну что делать, скажите? Ну что не знаешь, что делать? Я же пришел присутствовать за богослужением, а не молиться же, правда же? И тут поют, лазарь тянут, а то как дадут, тут вздрогнешь даже, ух, вот и такое дело. Проснулся сразу. Вот так. Ну ладно, хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...